В законодательстве теперь нет понятия нуждающейся в улучшении жилищных условий. Чтобы семья могла рассчитывать на квартиру от государства, ее должны признать малые имущие. А доказать это практически невозможно. Почему и как изворачиваются люди, чтобы получить положенные квадратные метры, расскажет Полина Жданова. Она сегодня с нами в студии. Полина, привет! Привет, Ира! Да, это очень сложная тема, в ней нужно долго и муторно разбираться, поэтому не будем тянуть время и перейдем к сюжету, где я все и расскажу. Для начала объясню. В соцзащите малоимущим семьям выдают справки, которые дают право на некоторые льготы. Социальную стипендию, детское питание и питание школьников, внеочередное место в детском саду и юридическую помощь. О получении жилья такая справка не говорит. Поэтому тем, кто хочет встать в очередь на квартиру, нужно обращаться непосредственно в муниципалитет. С этим и начинаются сложности. В качестве примера история жительницы Барнаула Валентины Дамюцадис. Женщина одна воспитала пятерых детей. Трое из них инвалиды первой группы, как и она сама. Диагноз – эпилепсия. 20 лет в ожидании квадратных метров большая семья ютилась в общежитии. Теперь, когда дети выросли, Валентина живет в комнате одна. По закону государство обеспечивает инвалидов квартирами, но теперь без справки о малоимущности шансов на это нет. А таковыми семью Дамюцадис суд не признает. У меня дочь Консуэла, она с ребенком. Ребенку 3,5 года. У нее пенсия получается 8 тысяч, которая на двоих детей. Это даже меньше прожиточного минимума. Прожиточного минимума сейчас 9 с чем-то тысяч. Однако ее все равно не признали малоимущей из-за того, что в этой квартире, по имели Алексееву, 74-72Б, у нее одна четвертая доля. Чтобы инвалида признали малоимущим и поставили в очередь на жилье, нужно многократное совпадение. На него не должна быть оформлена собственность. Он должен не жить, а ютиться, быть хроником, например, эпилептиком и получать ниже прожиточного минимума. При этом пенсия по инвалидности превышает этот минимум и создается впечатление, что бюрократия делает все, чтобы не обеспечивать людей жильем. Еще обязательное условие для того, чтобы тебя признали нуждающимся по этим основаниям и чтобы ты имел право на внеочередное получение жилого помещения. В жилом помещении, в котором проживает инвалид, страдающий тяжелой формой хронического заболевания и малоимущий, должно проживать две и более семьи. Если вы специально ухудшите свои условия, чтобы получить справку, заявление на получение квартиры можно будет подать только через пять лет. А если ждать очередь на жилье без справки, про квартиру можно вообще забыть. Жилье появится лет через 30. Валентине квартиру предложили только в этом году, когда она уже вырастила всех детей. И то, квартиру без капитального ремонта. Так что теперь она судится еще и для того, чтобы жилье соответствовало законным условиям. И бороться за получение жилья приходится, к сожалению, тем, кто заработать на него самостоятельно фактически не может. Полина, спасибо за этот подробный рассказ. Ну а мы продолжаем далее.